Привет, друзья! Ставим обратную связь, плюсики, как меня слышно. И мы начинаем наш сегодняшний второй урок нашей бизнес-школы, точнее, группы ускоренного роста. Отлично! Буквально две минуты назад я только что сделал планку, поэтому дыхание еще в норму пока не пришло. Но сейчас вместе с вами мы восстановимся и продолжим обучение в нашей группе ускоренного роста. Итак, друзья, напишите, пожалуйста, как у вас проходит обучение согласно первого дня. Какие успехи? Я смотрю в чате, многие из вас уже выполнили первое задание. Пишите отчеты, составляете свою будущую команду, пишите, какими своих партнеров вы видите, насколько активными мужчины, женщины, сколько лет, чем занимаются. Это очень здорово, когда вы визуализируете не только свои мечты, но и свои цели. Итак, друзья, сегодняшний урок посвящен у нас каналу YouTube. Так, хорошо, отлично, Настя, дальше будет еще круче. Еще интереснее. Итак, сегодня наш урок посвящен каналу YouTube. Сегодня мы будем с вами через демонстрацию экрана работать. Я расскажу, для чего нужен канал, для чего мы с вами будем его развивать, каким образом. Все это вы уже сегодня начнете делать. Кто-то из вас уже создал канал YouTube, имеет таковые. Кто-то уже закачивает туда свои видео и делится своими результатами, своими фишками работы. Но остальные, кто еще не делал этого, уже в скором времени начнут. Так, нет видео. Все верно. Сейчас начнется. Нажимаем трансляцию экрана. Делаем полный экран. Сейчас я вам уберу список людей, чтобы вы могли видеть еще больше. Так, у вас сейчас видите экран? Поставьте плюсики и двигаемся дальше. Отлично. Так, у Татьяны нет, у Елены нет. Хорошо, сейчас попытка номер пусто. Ну, экран. Белый квадрат. Хорошо, сейчас еще раз. Запущу еще раз. И дубль два. Поставьте плюсики, всем ли видно мой экран. Сейчас вы увидите вебинарную комнату, как вы сами ставите плюсики. Так, ну вот все, вижу, что у Татьяны не было, сейчас появилось. Все. Передвигаемся к нашему аккаунту в Google Chrome. Я надеюсь, вы все уже создали аккаунты в Google для того, чтобы получить доступ не только к самому Google, к самой Google почте, но и ко всем сервисам Google. Это Google Диск, это канал YouTube, это блогер и еще много-много всевозможных сервисов Google. Найти вы их можете здесь вот в правом верхнем углу. Нажимаете на такой вот кубик-рубик. И здесь у нас наиболее популярные сервисы Google. Нажав кнопку «Еще», мы увидим там еще огромное количество всевозможных сервисов Google. Присоединившись, зарегистрирующись в Google, то есть у каждого у вас имеется заведенный аккаунт в Google, вы получаете доступ ко всем этим сервисам. Сегодня нам необходим YouTube. Для чего нам нужен канал в YouTube? Так, я сейчас сверну чуть-чуть экран, чтобы видеть ваши сообщения. Для чего нам нужен канал YouTube? Ну, во-первых, это не только опыт, который мы передаем своей команде и людям в целом, но и брендирование себя посредством канала YouTube. То есть мы с вами показываем, рассказываем о себе на весь мир. Если говорить, например, о канале Лилии Донсковой, который мы сегодня будем рассматривать, то статистику я тоже чуть позже покажу данного канала. Мы были приятно удивлены, наверное, еще начиная с прошлого года, когда на банкете директоров, на мегафоруме люди подходили к нам, к Лиле, благодарили ее за те видео, за тот опыт, который она передает посредством канала YouTube, фотографировались и даже брали автографы. Сейчас уже это норма вещей. Сейчас уже, наверное, нас не удивить этим, но все равно очень приятно. Благодаря данному сервису YouTube, Лилю, нас, нашу команду и вас в том числе, как спикеров, как менеджеров, достигших новых результатов, знает вся страна. И не только наша страна. Итак, канал YouTube нам понадобится как раз для того, чтобы заявить о себе. Что мы можем с помощью канала YouTube показать, рассказать о себе? Во-первых, вы можете еще и рекрутировать посредством канала YouTube. Есть специальные инструменты для рекрутинга в YouTube. И у нас также имеются регистрации. Наверное, одна-две регистрации в каталог у нас приходят как раз с канала YouTube. Был даже случай такой, когда девушка нашла видео, где Лиля рассказывала о том, как показывать каталоги Арифлэйм. Остановила на том слайде, на том моменте, где Лиля показывает титульную обложку каталога. И на нем был написан номер телефона. Она увеличила, очень сильно увеличила. Нашла этот номер телефона, переписала и позвонила Лиле. То есть связалась с ней и попросилась к нам устроиться в проект. Даже был такой случай. Итак, что мы видим у нас в оформлении канала YouTube? Во-первых, это наш логотип. То есть логотип называется фотография ваша, проекта, карьера онлайн. То есть любая фотография, которая будет отображаться у нас на главной странице, которая будет у нас отображаться на каждом видео, автоматически встраиваться, это называется логотип. Вот такая вот маленькая фотография у нас с Лилей, с надписью сверху Арифлэйм. Мы можем поменять, установить вот такую вот заглавную картинку нашего канала. Также все, как сделать, вы все узнаете уже в уроке номер 2 нашей школы ГУР. Все будет детально показано. Здесь снизу мы видим наш блогер, наши социальные сети. Нажав на клавишу той или иной социальной сети, мы сразу перейдем на прикрепленный аккаунт той или иной социальной сети. Рекомендую здесь использовать свои основные брендовые, брендированные странички, на которых у нас огромное количество друзей, на которых мы находимся постоянно и на которых мы уже рассказываем о себе. Здесь мы видим трейлер, так называемый ролик, который у нас будет отображаться для разных зрителей. И у нас зрители делятся на подписчиков, то есть уже кто подписался на вас, и на гостей. То есть для подписчиков канала у нас отображается вот такой вот новый ролик. То есть люди, которые подписались на канал Лилии Донсковой и заходят на ее канал, у них автоматически начинает проигрываться ролик. То есть внимаем предпринимателя Арифлэйм, даем работу. Для новых гостей у нас открывается наш ролик, который мы записывали в Крыму на мероприятии «Лето море Арифлэйм 2016», как мы пришли в данный бизнес. То есть здесь тоже можно поиграться и изменить, для какой аудитории какой контент вы будете показывать. То есть нужно заинтриговать людей. Рекомендуем здесь устанавливать коротенькие видео, то есть как крючок. Количество подписчиков, вот да, здесь можно посмотреть сразу, чтобы уже ввести речь немного, имели представление о численности нашего канала. 1443 подписчика на текущий момент. И почти 230 тысяч просмотров всего за время существования нашего канала. По статистике немного чуть позже пробежимся и покажу вообще масштаб при рассмотрении вообще всего мира. Здесь мы можем выбирать, какие видео мы будем показывать на нашей главной страничке. Самые популярные, самые последние, понравившиеся. То есть здесь, как и обычная социальная сеть, канал YouTube тоже подразумевает большое количество всевозможных настроек, адаптации для конкретных зрителей и так далее. И теперь переходим к видео. Всего видео у нас, здесь не показывается, уже свыше тысячи видео на канале Лидии Донсковой. Да, уже почти тысячу сто. И в основном, если вы можете, успеваете обратить внимание, в основном это видео, которые записываем мы сами. То есть проведение семинаров, бизнес-встреч каких-либо, планерок и так далее. Обзоры новинок и частично сюда выкладываем свои личные. Например, вот таймлапс я снимал за ускоренную съемку. Лиля снимала приготовление чечевичных котлет, смузи и так далее. То есть мы здесь уже показываем, чем работаем, чем занимаемся и как живем. Все в одном канале. Итак, передвигаемся к статистике. Сразу перейду к статистике. Хотел ее оставить на самое последнее. Почему же аккаунт YouTube так популярен? Сразу скажу, что есть аккаунты в YouTube, у которых миллионы, миллиарды просмотров. Вот там вот реально люди очень популярны. До них еще нам, как говорится, расти и расти. Итак, за текущий месяц, за последние 28 дней, мы можем увидеть, что канал Лилии Донсковой, все ее видео посмотрели суммарно 11 тысяч человек. За месяц 11 тысяч человек. Рекорд был у нас в этом году почти полторы тысячи человек посмотрели за один день. Все видео Лилии Донсковой. Здесь давайте теперь посмотрим за последний месяц географию просмотра. То есть в каких странах смотрят и в скольких. Не буду перечислять. Вот вы видите сами, в каких странах. Вот снизу у нас есть цифра итоговая. В 66 странах смотрят видео Лилии Донсковой. Круто? Лилии Донсковой, мои, ваши. Просто Лилии. По просьбе Лилии. Итак, друзья, это еще раз говорит о том, что мы с вами посредством Ютуба можем заявить о себе просто на весь мир. И нужно использовать эту возможность. Нужно снимать как можно больше роликов. Как проводится собеседование, как проводится презентация, вводные инструктажи. Обратите внимание на то, на каналы Надежды Санниковой, Родионовых, на канал Яны Бельской. Каждое собеседование, на Анну Васильеву, каждое собеседование, каждое мероприятие всегда записывается и выкладывается для того, чтобы ваша команда могла посмотреть, могла взять ваши фишки, использовать их и могли дублицировать. То есть они, посмотрев видео, уже учатся, записывают. Они начинают повторять, дублицировать вас. Если вы не покажете своей команде, насколько это все легко и просто, то, соответственно, никто вас дублицировать не будет. Итак, по статистике останавливаться не буду. Бежим дальше. Что мы можем здесь увидеть в настройках канала? В первую очередь это как раз настройки канала. Для того, чтобы мы ускорили работу при загрузке видео, нам необходимо как раз вот раздел «Загрузка видео». Повторюсь, все это будет у вас доступно в обучении в коротеньких видео. Здесь мы можем написать описание к каждому нашему видео, чтобы вручную потом не добавлять. Важно, чтобы в описании у вас был призыв к действию. И чтобы каждый раз к видео не добавлять одну и ту же фразу, вы можете здесь в настройках записать. И данная фраза у вас будет всегда, к каждому видео автоматически. Следующий момент – теги. Теги – это как хэштеги в Инстаграме, ВКонтакте, в социальных сетях. Здесь у нас есть теги. То есть это ключевые метки, по которым люди будут искать наше видео. Например, если мы создадим видео и не обзовем, точнее не запишем теги, то, соответственно, люди не смогут найти наше видео. Мы открываем с вами YouTube и нам интересен, например, обзор каталога номер 17, следующего новинки каталога номер 17. Или как провести собеседование, не имея веб-камеры или еще что-нибудь. То есть вы задаете в YouTube конкретный вопрос. По этим тегам, которые указывают люди, авторы своих видео, мы как раз находим интересующее нас видео. Поэтому очень важно записывать теги. Вы можете также костяк, такой основной массив тегов записать здесь в настройках, которые будут у вас всегда отображаться в видео. И каждый раз, в зависимости от того, какое видео вы будете загружать, по работе, по продуктовой коммуникации, семейные видео, то есть вы уже будете добавлять те или иные теги. Если вы можете в общих чертах написать теги, интернет, работа, дома, в декрете и так далее, арифлейм, то в зависимости от того, продуктовая коммуникация, то вы можете написать уже здесь, указать, о каких продуктах вы рассказываете в данном видео, как сделать макияж и так далее. То есть здесь тоже очень важно всегда теги заполнять практически до предела. Как только свыше нормы тегов вы запишете, YouTube так аккуратненько вам напишет красным шрифтом чуть выше, что тегов слишком много. Просто-напросто вы удалите лишнее. Здесь больше ничего, в принципе, не нужно будет. Вам нужно вот описание в настройках канала и теги. Вот вы видите, сколько их у нас много. Тегов. А теперь поставьте пятерочки, у кого есть канал YouTube, у кого есть хотя бы одно видео на канале YouTube. И что это за видео? Сразу скажу, что не рекомендуется брать чужие видео. То есть если вы скачали видео из интернета откуда-то и выкладываете его к себе, то есть вероятность, конечно же, маленькая вероятность, но все же она есть, что автор может заблокировать вас, автор видео, пожаловаться. И YouTube, уже администрация заблокирует вас за повторное выкладывание, то есть за нарушение авторских прав. Так, у Натальи Варгина есть Роман Кравченко, Татьяна Фролова. Татьяна, ну все впереди. Уже буквально на этой, на следующей неделе мы будем проявлять наше ораторское мастерство, наши навыки спикеров в вводных инструктажах, в скайп-собеседованиях и так далее. Все обязательно нам нужно будет записывать. Подписки. Если вы стесняетесь количества подписок на первое время, то можно, допустим, если у вас меньше 100 подписок на канале или меньше 50, то есть вы сами решаете, когда показать, когда убрать эту цифру, мы можем убрать количество подписанных на нас людей. Сверху вот, если сейчас выберем мой канал, мой канал, вот здесь мы видим 1443 человека подписано. Если вы уберете, здесь не будет видно. Соответственно, люди не будут знать, что на вас всего подписано 2 человека. То есть здесь мы стараемся как можно быстрее также в YouTube раскрутиться. Так, сейчас прочитаем. Как можно соглашаться с тем, что мы знаем, что используем ролик с авторским? Наташ, смотри, мы можем использовать ролики, допустим, наши. Мы можем использовать ролики, допустим, официальные ролики компании Ariflame. Но есть лидеры, которые блокируют за повторное распространение своих роликов. Как, например, Алексей Севрук. Он об этом всегда постоянно говорит, что не нужно дублицировать мои ролики. Остальные лидеры? Не могу ничего сказать. Можете сами посмотреть. Ну, я думаю, что такие крутые, большие лидеры, как вышеупомянутые Родионовы, Санниковы, Бельска, они не заморачиваются. Их цель – научить свою команду и научить всех людей вообще, как зарабатывать вместе с компанией Ariflame. То есть здесь уже другая цель. Мы тоже вообще никого не блокируем вообще. То есть если посмотреть статистику, то там будет большое количество людей, которые поделились нашими видео. То есть мы разрешаем использовать наши видео. Например, вот у нас вчера была планерка Натальи Варгиной. 13 человек увидели. Если пойдем дальше. Лиля тестирует новые лайки. 784 просмотра. Дальше еще круче. Наши заказы. Почти 1900 просмотров. То есть люди смотрят, люди интересуются, задают вопросы. И, конечно же, регистрируются. Если вы будете рассказывать о каких-либо фишках работы в интернете, не только Ariflame, а просто работы в интернете. Как записать, например, голосовое сообщение. Буквально нескольких месяцев назад было актуально. Как использовать тот или иной браузер, например, фишки какие-то. То есть к вам потянутся люди не только с Ariflame, но и с других сфер деятельности. Так, как убрать, сколько не было. Так. Во-первых, это у нас будет в обучении. Во-вторых, мы можем зайти в мой канал. Здесь у нас есть настройки, шестеренка. И здесь как раз не показывать информацию о моих подписках. Здесь. И, конечно же, расширенные настройки аккаунта. Здесь все можно это как раз в настройках посмотреть. Также рекомендую ни в коем случае не ставить лайки, когда вы смотрите видео. Сейчас мы откроем видео. Когда вы смотрите видео, у нас снизу есть два пальца. Один вверх, другой вниз. Лайк и дизлайк. Если вы ставите лайк, и если в настройках канала вы, сейчас я покажу, по умолчанию у вас стоит, что будут показываться все понравившиеся видео, то, например, ребенок посидел у вас за компьютером, посмотрел всевозможные мультики, приколы и тому подобное ненормативное всевозможное видео, ставить им лайк, соответственно, данные видео, как в Одноклассниках, будут у вас показываться на главной страничке, что вы поставили там лайк. То есть следите за тем контентом, который вы просматриваете. Следите за тем, чтобы за вашим компьютером никто не смотрелся уже... Да, он подсказывает нецензурные какие-либо ролики, эротического содержания и так далее. То есть, а то все увидят, чем вы занимаетесь в YouTube. Ставьте лайки на реально понравившееся вам видео. Если вам видео понравилось, вы ставите лайк. И если вы не убрали из своей... в настройках своего аккаунта данную фишку, чтобы не показывать понравившееся, вы тем самым будете работать, как сарафанное радио. Например, понравилось вам видео, вот текущее, внимание, предприниматель Арифлейм, даем работу. Поставили лайк, все. Теперь все пользователи вашего аккаунта увидят о том, что вам понравилось это видео. То есть здесь работает сарафанное радио. Понравилось вам, например, видео дальше, там вот первые попавшиеся открытые настройки системы при работе в Instagram. А вот есть у нас видео, как не набирать, как не делать 150 баллов. Оно у нас из месяца в месяц бьет рекорды, ставит новые рекорды. Посмотрите, 80 с лишним тысяч просмотров. 74 понравилось и ни одного не понравилось. Тоже огромное количество здесь идет комментариев. После этого видео люди вообще, они во всех соцсетях нас искали, благодарили, задавали вопросы. То есть это фишка, наша фишка, вот сработала, люди интересуются. Вы научитесь благодаря данному обучению, данному уроку, как вставлять аннотации. То есть в вашем ролике будут, вот например, остановим запись. Например, вот здесь вот подписывайтесь на наш канал, смотрите еще больше интересных видео. Дальше будет аннотация, переходите на другое видео, там планирование каталога или презентация. То есть мы в своих видео уже делаем такие крючки на другие видео, интересуем людей. Тоже всему этому вы научитесь. Ну а теперь основной момент, как снимать видео. То есть вы имеете все с собой у себя на компьютерах веб-камеру, микрофон. То есть вы можете записать себя, записать происходящее у вас на экранах, а можете записать и себя лично. То есть если говорили сейчас о демонстрации экрана, захвате экрана, то и себя лично. Также вам в помощь телефоны, фотоаппараты, планшеты, то есть вся техника, имеющая камеру. Благодаря данной технике вы можете уже составлять ролики. Как записать происходящее у нас на экране. Также сейчас скину вам ролик, как пользоваться программой Camtasia. На первое время вам ей, скорее всего, будет сложно пользоваться, потому что эта программа больше для... Данная программа у нас используется в основном для монтажа, то есть если вы хотите сделать какой-то ролик, если вы хотите анимированные какие-то слайды сделать. Сейчас я скину вам также еще программу Hypercam. Программа, которая весит очень мало, которая включается нажатием всего лишь одной кнопочки, выключается также путем нажатия одной кнопочки, и видео сразу будет готово. То есть с данной программой вы легко сможете записать все происходящее у вас на экране. Итак, какие вопросы у вас на текущий момент по каналу YouTube? Что понятно, что непонятно? Понятно должно быть то, что YouTube нужно как можно быстрее начинать развивать. Что это, наверное, один из таких самых мощных инструментов для брендирования себя. Вопросы, какие будут возникать, вы все сразу смело пишите в чате ГУР в Телеграме. И разбираем со всеми уже по порядку. Ну и, конечно же, вашим заданием будет запись какого-то интересного ролика. Возможно, вы захотите снять, как совершаете заказ. Возможно, вы захотите снять, как найти ту или иную фишку в личном кабинете. Например, вызвать информационный лист, он же распечатка. Или же вы захотите полистать каталог, электронный каталог Арифлейм, и рассказать буквально о трех-пяти своих самых любимых продуктах. То есть, сейчас домашнее задание у вас будет состоять в записи коротенького, буквально на пару минут ролика. Да, запись с экрана. Если хотите, можно запись с экрана. Хотите, можете на смартфон, на автопарад записать и выложить. Это еще круче будет. Данное домашнее задание у нас по срокам не ограничено. То есть, для кого-то, возможно, будет сложно говорить перед камерой. Попытка за попыткой будет проведена. Кто-то быстро запишет, кто-то помедленнее. Поэтому здесь, в данном задании, мы сроки не устанавливаем. Да, Лиля сейчас мне подсказывает, если вы, например, создаете видео, ну, допустим, ваш первый вводный инструктаж. Мы нажимаем добавить видео. Загрузка у нас пойдет. Ну, например, сейчас вот у нас загрузка пошла. Мы откроем видео, уже другое. В процессе загрузки мы сможем с вами изменять, так же, как и в документах Google, настройки доступа. Так, что это такое? Вот, смотрите, у нас есть настройки доступа. То есть, если вы ставите открытый доступ, то все люди, которые к вам заходят на канал, все смогут увидеть конкретное видео. Если вы ставите доступ по ссылке, то только те люди, которым вы отправите ссылку, смогут увидеть это видео. Допустим, ваш первый вводный инструктаж. Если вы понимаете, что вы волнуетесь, если вы провели его не очень хорошо, но сам факт, что вы его провели, это очень здорово, что только учащись, только количеством повторений, мы с вами достигнем хорошего результата, как в проведении собеседований, вебинаров и так далее, так и в рекрутинге. То есть, вы, например, записали вводный инструктаж, ставите доступ по ссылке и ссылку скидываете уже своему вышестоящему менеджеру, для того, чтобы проверить. Никто другой данное видео уже не увидит. Вы можете поставить ограниченный доступ, то есть, вы данное видео только вы сможете видеть. Закачали к себе на YouTube, здесь, но у вас хранится, навсегда сохранится. И все. Так. Да, конечно, Роман, можете пользоваться своими семейными аккаунтами, можете их также переименовать, что Галина и Роман Кравченко или просто все под ее аккаунтом делать. Я, например, все делаю под длинным аккаунтом. Так. Записать ролик и выложить. Да, Аня, это будет нашим заданием. Ну и создать аккаунт, если в идеале, его необходимо еще и оформить. То есть, установить, где наш аккаунт, установить главную картинку сюда, желательно свою фотографию в идеале, и настроить трейлер. То есть, люди заходят к вам на канал и видят сразу интересное видео. Крючок. Раскрутить, снимать видео, интересное видео, и люди ищут, люди ищут ту или иную информацию. Благодаря этому идет у нас рост подписчиков. Вот, например, сейчас покажу рост подписчиков на нашем канале. За последний месяц к нам присоединилось 64 человека. За последний год, где у нас год, за текущий год к нам на канал присоединилось 492 подписчика. То есть, мы никак их не накручиваем, мы нигде не кричим подписывайтесь на наш канал, нигде это не выставляем. Просто-напросто люди сами находят видео, если они считают видео интересным, если считают аккаунт интересным, они сами на него подписываются. И тем самым, география растет, растет. Вот, за год канал Лили посмотрели в 102 странах. 102 страны. А если посмотреть за все время, то здесь у нас 111 стран. Представьте, какой размах. нет, это не мы крутыши, это наша команда, потому что здесь участвуют в данном канале абсолютно все. Все, кто с кем проводились семинары, вебинары, собеседования, вводные сроктажи, кто проводил, все здесь это выложено. Люди смотрят, запоминают и дублицируют. Круто. И давайте также из вас растить лидеров. Благодаря каналу мы это можем сделать очень легко. Да, вы тоже так будете, даже еще круче. Посмотрите, например, канал Чей канал мы посмотрим? Секунду. как зовут Басюк? Забыл, как Басюк зовут? Басюк, Ирина Басюк. Давайте на ее канал посмотрим. Количество подписчиков почти 9000. Нажимаем просмотры. 1 миллион 200 тысяч просмотров. Круто. Бельска. Яна Бельска. 3000 подписчиков. 167 тысяч просмотров всего лишь за один год. Тоже очень хороший результат. С каждым разом ее смотрят еще больше и больше людей. Джамиля Горбатка. 2500 подписчиков. 180 тысяч просмотров. То есть здесь мы видим, что лидеров смотрят очень активно. Давайте скорее вступать в их ряды. Итак, друзья, сейчас возвращаю настройки комнаты на свое место. Данный урок уже подразумевает собой такую творческую нотку придумать видео, сюжет, о чем вы будете снимать данное видео. Буквально одну, две, три минуты. А дальше вы уже сами решите продолжать еще больше снимать или коротенькие. Лучше снимайте коротенькие, но побольше. Рассказали, например, о текущих продуктах каталога номер 16 своих любимых. Рассказали о своем самом любимом инструменте для рекрутинга. Рассказали о том, например, свой распорядок дня, в 8 часов встаю, в 9 уже сажусь за компьютер и так далее. То есть расскажите о себе, о своих увлечениях. Одна-две минуты. Спасибо большое за то, что пришли на данный семинар. И я уверен, что у вас все получится. отличная команда у нас сейчас обучающихся в ГУРе собралась. Все такие смотивированные, заряженные, уже показывают новые-новые результаты. И вам это будет очень полезно. Как раз на волне роста показать, заявить о себе. Итак, до скорых встреч, всем успехов, до связи в чате, пока-пока. Пока-пока.